Почти 8 столетий назад русские воины во главе с Александром Невским на Чудском озере защитили честь родной земли. В память об этом событии в России отмечают День воинской славы. О великом полководце вспоминали и куряне на торжественном митинге. Князь-победитель в Курске никогда не был, и все-таки с нашим городом у него неразрывная связь. Больше 20 лет назад здесь появилась секция кавалеров ордена Александра Невского, единственная в России. После Великой Отечественной этой награды достойны 142 тысячи воинов, 163 из них уроженцы Курской области. Конечно, сейчас мало таких тиранов осталось, я вот лично знаю. Шесть самых поздравляю с 23 февраля, с 9 мая, вот скоро поздравлю. Поэтому-то и есть в нашем городе памятник Александра Невского и школы. Седовласы и кавалеры ордена – достойные последователи древнерусского полководца, верные соны Отечества. В огненные сороковые они ровным строем уходили на фронт. Та историческая победа стала судьбоносной не только для народа Древней Руси, но и для сегодняшней России, для каждого из нас, в том числе и курянина, живущей на этой свободной, вольной земле. В день воинской славы не только о ратных подвигах, но еще и о мире, о спасенных жизнях. Потомки тех героев, может, пока еще и не ощутили в себе того мужества и стойкости, что толкали на подвиг, но зато выбрали верную дорогу – служение Родине. Ангелина Лизанцева, Антон Латышев, Телеканал 7.